Я остановился в утренном заседании на показаниях бывшего военного министра Румынии Фантазии, которую я имею в виду представить в тригунале под номером 154, СССР 154. Фантазии детально рисует ход военных приготовлений Румынии. Я прошу принять его показания в качестве доказательства. Они находятся на странице 71-й папке документов. Я оглашаю показания Фантазии в той части, в которой они представляют интерес для нашего исследования. Подготовка Румынии к войне против Советского Союза началась с ноября 1940 года, когда в Бухарест согласно подписанному маршалу Мантонеску соглашению о присоединении Румынии к Тройственному пакту прибыли германские военные миссии, состоявшие из группы немецких офицеров, инструкторов по сухопутным войскам во главе с генерал-полковником Ганзен и по военно-воздушным силам во главе с генералом-майором Спайден. С прибытием в Румынию германских военных миссий по указанию маршала Антонеску начальник генерального штаба румынской армии генерал Иоаннициу издал приказ по армии о допуске немецких офицеров-инструкторов в части и соединения для реорганизации и переподготовки румынских войск в соответствии с уставами германской армии. Тогда же по распоряжению маршала Антонеску были собраны на двухмесячную переподготовку все офицеры запаса румынской армии, которые проходили обучение под руководством немцев. В период переподготовки офицеров запаса генеральный штаб румынской армии разработал план призыва 12 возрастов подлежащих мобилизации в армию на случай войны с таким расчетом, чтобы к 1 июля 1941 года все эти возрасты были подготовлены в соответствии с уставными требованиями германской армии. Такую же переподготовку проходил высший и старший командный состав румынской армии по родам войск. Таким образом, под руководством немцев к началу войны Румыния и Германия против Советского Союза вся румынская армия и военно-воздушный флот были реорганизованы и переподготовлены на немецкий лад. Я пропускаю два абзаца, которые не имеют большого значения и перехожу ко второму абзацу показаний на странице 72-й папки с документами. Там содержатся такие показания Геннерал, в виде обоих вы уже представлены в Требюне, вы считаете, что вы могли обидеть эти детали о предпорациях в Румынской армии и идти на место вы делали с германом дивизион на румынской армии. Да, этот вопрос имеет значение. Это, я боюсь сейчас точнее, страница 72 папки с документами, 74 страница папки с документами. Этот абзац начинается словами в связи с этим. В связи с этим по приказу маршала Антонеску в феврале 1941 года были направлены на границы Северной Буковины и Бессарабии отмобилизованные и готовые к боевым действиям против Советского Союза 4-я горно-стрелковая дивизия, 7-я, 8-я, 21-я пехотная дивизия, гвардейская пехотная дивизия, кавалерийский корпус и ещё одна пехотная дивизия, название которой сейчас не помню. Кроме этого, на границу с Советским Союзом были направлены 3 германских дивизии, выделенные из тех 21 немецких дивизий, которые следовали через Румынию. Пропускаю несколько абзацев. На странице 73 папки с документами имеется подчёркнутое карандашом следующее место показаний фантазии. По приказу маршала Антонеску в мае 1941 года дополнительно было переброшено на границу с СССР пограничная дивизия, 3-я и 1-я горно-стрелковые дивизии, 13-я пехотная дивизия и танковая дивизия. Одновременно вместе с этими дивизиями немцы перебросили к границе с Советским Союзом 7 немецких пехотных дивизий. Следовательно, к началу вооружённого нападения Румынии и Германии на Советский Союз, на границе Румынии с Советским Союзом было сосредоточено 12 румынских и 10 германских дивизий общей численностью до 600 тысяч человек. Таким образом, документы, только что представленные Трибуналу, позволяют утверждать, что по указанию штаба фашистских заговорщиков, приготовление Румынии к агрессии против Советского Союза начались до того, как это нашло своё отражение на бумаге, в варианте Барбароссы. Напав на Советский Союз, гитлеровские лакеи ждали от своих хозяев благодарности за оказанные услуги. 27 июля 1941 года Гитлер послал письмо на имя Антонеску с выражением благодарности ему и его войску. Я представляю это письмо Гитлера на имя Антонеску в качестве доказательства от СССР под номером 237. Гитлер пишет в этом письме. Это страница первая русского перевода письма, третий абзац. Страница 74-я, папки с документами, представленными Трибуналу. Поздравить вас от всего сердца с этим большим успехом. Для меня лично такая же большая радость, как и удовлетворение. Возвращение Бессарабии Явится лучшей наградой вам и вашим войскам. Посулы фашистских заправил не ограничивались Бессарабией. Я прошу сейчас разрешения вернуться к беседе Антонеску с подсудимым Риббентром от 12 февраля 1942 года. Эта беседа была представлена мной под номером СССР 233. Я сейчас обращаюсь к третьей странице русского перевода этого документа. Третий абзац сверху этой страницы, который можно найти на странице 61-й папки с документами. Там содержится следующая запись, сделанная Антонеску. Я напомнил господину Риббентропу, что на банкете, данном им в Берлине, он поднял бокал за Великую Румынию. На что я ответил? Мы вошли в Союз России для того, чтобы создать Великую Румынию. Что же должна была представлять собой эта Великая Румыния, за которую поднимал свой бокал подсудимый Риббентроп? Это можно усмотреть из следующего документа, который я передаю трибуналу под номером СССР 242. Документ этот представляет собой одно из писем. Копию письма. Антонеску к Гитлеру. Письмо датировано 17 августом 1941 года. Я прошу этот документ принять в качестве доказательства и считаю необходимым огласить из него пункты второй и четвертый, что соответствует странице второй русского перевода документа, а в папке документов, имеющейся у трибунала, соответствующий текст находится на странице 78. Цитирую пункт второй. Антонеска пишет. Согласно желанию вашего превосходительства, я беру на себя ответственность за охрану, поддержание порядка и безопасности территории между Днестром и Днепром, причем необходимо только лимитировать эту территорию на севере. Четвертый пункт этого писема. Для того, чтобы обеспечить порядок управления экономической эксплуатацией оккупированной территории, предусматривая продолжение войны, считаю совершенно необходимым установить единоначальное. А поэтому прошу, ваше превосходительство, дать точные инструкции, которые должны определить мои права и мою ответственность за администрацию и экономическую эксплуатацию территории между Днестром и Бугом, а также в отношении охранения, поддержания порядка и безопасности на всей территории между Днестром и Днепром. Прошу вас, ваше превосходительство, принять мои наилучшие заверения от преданного вам генерала Антонеско. Через два дня, после того, как было написано это письмо, Антонеско назначил губернатора, в кавычках, оккупированных областей Советского Союза, назвав эти области Трансмистрии. Я представляю трибунал под номером СССР-295 показания этого губернатора Георгия Алексиана, взятого в плен Красной Армии. И прошу принять эти показания в качестве доказательства. Алексиану, передавая подробности своего назначения, показывает. Это страница вторая, абзац второй русского текста показаний. Страница 79 в пакте документов имеющихся трибунал. Цитирую. Антонеско рассказал, что в связи с успешным продвижением германских войск Гитлер обратился к нему с личным письмом, в котором предложил присоединить к Румынии занятые немцами советские территории, простирающиеся от Днестра до Днепра и создать там свои оккупационные власти. На странице 80-й пакте в начале третьей страницы русского текста показаний Алексиан. Он говорит, что летом 1942 года он присутствовал на заседании Совета министров Румынии, на котором, цитирую, маршал Антонеско, рассказывая об успехах германских и румынских войск на Восточном фронте, заявил, «Теперь всем видно, как разумно я поступил, когда еще в ноябре 1940 года договорился с Гитлером о совместном нападении на Советский Союз». Конец цитаты. «Однако щедрость фашистского фюрера, раздававшего направо и налево советские территории своим вассалом, заметно уменьшилась в ходе войны по мере нарастания успехов Красной Ады. Передо мной лежит письмо Гитлера Ионе Антонеско от 25 октября 1943 года. Это письмо я также прошу принять в трибунал в качестве доказательства под номером СССР 240. Каких-нибудь два года и три месяца прошло с того момента, как Гитлер поздравлял своего румынского сатрапа с захватом Бессарапи. Совсем еще недавно Антонеско мучили вопросы организации единовластного управления в Заднестрове. Обстановка и условия изменились. Гитлер теперь пишет. Я цитирую второй абзац на первой странице снизу и второй абзац второй страницы сверху русского текста документа. Это соответствует странице 82 и 83 папки документов. Цитирую. Письмо Гитлеру. Моя следующая просьба касается вопроса о беспрепятственном и неограниченном какими-либо формально-юридическими или хозяйственными соображениями использования Трансмистрии в качестве тылового района Южной армейской группы и армейской группы А. На странице 83 далее я прошу предоставить в распоряжении немецких властей всю железнодорожную сеть в Трансмистрии. В качестве слабого утешения Гитлер добавляет на странице 82 все эти мероприятия имеют целью в конце концов сохранить Трансмистрию за Румынию. Тогда даже Антонеску столько раз подобострастно уверявший Гитлера в своей верности не выдержал. 15 ноября 1943 он написал длинный ответ Гитлеру. В этом ответе он без стеснения писал о том, как он выполнял волю своего господина за счет своего народа. Я представляю это письмо Антонеску Гитлеру под номером СССР СССР 239 на письме дата 15 ноября 1943 года Бухарест. Я цитирую начиная с пункта второго этого письма который находится в конце пятой страницы русского текста. Это на странице 88-й папки. Что касается режима в заднестровье мы согласны с вашим превосходительством что сейчас неуместно и не вовремя взвешивать с банкирским расчетом проблемы рассматривания этой территории как военной зоны зоны снабжения и так далее. Я хотел бы сначала объяснить причины моего беспокойства. Не знаю говорят ли вам всегда правду относительно вклада Румынии в войну с 1941 года до настоящего времени что эта война стоит Румынии 300 миллиардов лень что за этот период мы дали Германии более 8 миллионов тонн нефти угрожая своим национальным запасам и самим залежам что мы несем тяжелые расходы на содержание семей свыше 250 тысяч погибших в бою. здесь я пропускаю 4 абзаца не имеющих значения для существа вопроса и на странице 89 папки с документами продолжаю читать конечно приход войск на территорию заднестровья является как вы говорите щитом на воротах Румынии мы желаем только того чтобы все это проходило в порядке и было наиболее выгодно использовано прошу ваше превосходительство пересмотреть этот вопрос по нашему мнению этот переход не обязательно железные дороги заднестровья с 1941 года до настоящего времени хорошо работали под румынским управлением они всегда удовлетворяли немецкие требования а их руководство всегда получало хвалебную оценку прошу перевернуть одну страницу папки с документами я оглашаю цитату со страницы 90-й папки если пропускная способность железных дорог заднестровья еще не смогла увеличиться согласно общего установленного плана то мы не несем за это ответственности и здесь мы соблюдали наши обязательства а через два абзаца на этой странице имеются следующие слова я уверен что наше управление железных дорог могло бы провести мероприятие по увеличению пропускной способности и улучшения работы железнодорожного транспорта поскольку я сам лично занялся вопросом организации управления и экономики этого района для меня было бы большим огорчением если бы руководство железными дорогами перешло бы к немцам так как можно было бы справедливо сказать что наша неспособность в этом отношении вызвала эту меру настал такой период во взаимоотношениях двух агрессоров когда прежнее согласие имевшее своей базы захват чужих земель и богатств уступило место спорам о том кто должен нести большую материальную ответственность за потери понесенные в результате преступной авантюры затеянной обоими партнерами об этом свидетельствует следующий документ взятый нами из личного архива Антонеско который я имею ввиду представить в качестве доказательства уважаемому трибуналу под номером СССР 245 я хочу взять довольно таки пространную цитату из этого документа но то что я собираюсь огласить имеет чрезвычайно существенное значение для выяснения взаимоотношений фашистской Германии со своими вассалами этот документ называется встреча генерала Ганзена с маршалом Антонеско 7 июля 1943 года как вы помните господа судьи генерал Ганзен был начальником военной миссии германского генерального штаба в Румыне я оглашаю выдержки из этого документа которые подчеркнуты красным карандашом на странице 92-93 партии партии документы Продолжение следует... Продолжение следует... Я очень коротко характеризую тогда этот документ, беседу Гансена с Антонескою, в нескольких фразах, а затем перейду к цитированию следующего документа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не имеете ли... Давайте по крайней мере вооружение и оснащение... Таким образом, этот документ характеризует... Ту линию фашистской Германии, которую она применяла при выкачивании самых разнообразных ресурсов у своих воссадов. Сейчас я бы хотел кратко остановиться на некоторых внешнеполитических методах, которыми пользовались гитлеровцы во взаимоотношениях со своими вассалами. Я хотел бы остановиться на линии гитлеровских заговорщиков в вопросе о Трансильвании. Оперируя трансильванским вопросом как приманкой, гитлеровские заговорщики заставляли выслуживаться своих венгерских и румынских вассалов. Я представляю под номером СССР-294 показания бывшего генерала-полковника венгерской армии, русский царь Рюдигера. Русский царь Рюдигер до мая 1941 года занимал ответственные должности в венгерском военном министерстве. Затем до сентября 1942 года командовал корпусом, после чего был заместителем военного министра венгерской армии. Сейчас я хотел бы зачитать показания русский царь Рюдигера, относящиеся к трансильванскому вопросу. Это находит место, которое я имею в виду процитировать, находится в конце третьей и начале четвертой страницы русского текста показаний русский царь Рюдигера, что соответствует 102 и 103 листу патки с документами. Второй венский арбитраж принял маловыгодные для Венгрии решения. За Румынией был сохранен район добычи подземного газа Медвеж-Кашармаш. В венгерских политических кругах это расценивалось желанием Гитлера обеспечить себе союз с Румынией в войне с Советской Россией. То, что Гитлер ставил Румынию как союзницу выше Венгрии, объяснялось тем, что при эвентуальной войне Советской России Румынии со своим упирающимся в Черное море южным крылом безусловно понадобится герман. В служебном разговоре примерно в ноябре 1940 года начальник оперативной группы венгерского генерального штаба полковник Ласло сказал мне по этому поводу следующее Второй венский арбитраж вызывает в Венгрии сильную ревность к Румынии И дело только за нами, чтобы нам добиться заслуг у Гитлера. Я позволю себе напомнить, что Антонеско в своих показаниях, которые представлены трибуналу несколько ранее, рассказывая о своих переговорах с Гитлером, говорит, что в ноябре 1941 года Гитлер сказал им, что венским арбитражам еще не сказано последнее слово и этим самым дал понятие, что Румыния может рассчитывать на пересмотр решения, принятого в свое время о Трансильвании Однако вскоре подсудимый Риппентроп при посещении Будапешта высказал прямо противоположную точку зрения Я сейчас предложу внимание трибунала три документа, касающихся поведения Гитлера, Риппентропа и Геринга в сложившихся обстоятельствах Я представляю в качестве доказательства документ под номером СССР-235, который является записью очередной беседы между Антонеско и Гитлером, состоявшейся 3 апреля 1942 года. Документ этот имеется на странице 111-116 папки с документами Из этого документа я оглашу отдельные места на странице 3 русского перевода 3 снизу абзаца Это страница 113-я папки. Антонеско пишет, цитирует Я напомнил ему, то есть Гитлеру, что венгерские государственные руководители в прессе и в парламенте не постеснялись публично заявить после посещения Риппентропом Будапешт что если они выступают, то есть посылают свои войска, тогда Трансильвания остается за ними Такие слухи ходят, а это очень доморализует румын. Гитлер дал мне честное слово, что подобные обещания не были сделаны и не могли быть сделаны, и что это не соответствует действительности Так Гитлер жонглировал обещаниями, подстегивая своих сателлитров Shall we adjourn now, Timritz? Следующий документ, который я представляю трибуналу под номером СССР 183 относится к трансильванскому вопросу и подсудимому Риппентропу Документ этот представляет собой запись беседы Андонеску с начальником протокольного отдела германского министерства иностранных дел фон Дернбергом Которая состоялась 10 февраля 1942 года на границе Я прошу принять эту запись в качестве доказательства Происхождение этой записи все тот же личный архив маршала Андонеску взятой частями Красной Армии при наступлении Я не считаю нужным оглашать полностью этот документ и ограничусь цитированием некоторых его мест Прошу раскрыть страницу 116 папки с документами где находится запись беседы Андонеску с фон Дернбергом от 10 февраля 1942 года Цитирую Фон Дернберг Вставил вопрос об ордене Карла Первого который требовал себе фон Риббентроп через различные официальные немецкие органы находящиеся в нашей стране или через румынские официальные органы находящиеся при немецком правительстве Я перехожу на следующую страницу на страницу 117 папки с документами Цитирую Я заявил господину фон Дернбергу что не смогу до тех пор дать этой награды пока господин фон Риббентроп при первом же удобном случае не сделает публичного заявления перед Румынией речь идет о трансильванском вопросе в котором поднимет веру у румынского народа в борьбе которую он ведет за справедливость и свои права в будущем Европе а поэтому я могу ему дать эту награду с условием что опубликовано об этом будет только после сделанного им заявления господин фон Дернберг попросил у меня время на размышления на другой день перед тем как выйти из вагона он просил меня чтобы я передал ему эту награду сказав что фон Риббентроп желает ее получить и чтобы я не говорил Риббентропу о разговоре между нами так как он обязуется опубликовать об этом награждении только по выполнению поставленных мною условий при этом условии я передал ему орден но без вручения однако соответствующего удостоверения к нему конец цитат таким образом Риббентроп согласен был отказаться от своего будапештского выступления получив румынский орден в моем распоряжении имеется также запись беседы между Антонеску и Герингом прошу раскрыть страницу 118 папки с документами к сожалению этот документ обнаруженный наряду с другими документами в упоминавшимся мною личном архиве Антонеску не имеет даты мы его представляем в таком виде в каком нашли представляю эту запись под номером СССР 238 я ограничусь цитированием лишь одного места цитирую во время беседы в Кааринхоле маршал Геринг был очень сдержан в отношении обсуждения трансильванского вопроса по дороге в автомобиле он сказал господину маршалу то есть Антонеску в конце концов зачем вы ссоритесь с Венгрией из-за Трансильвании которая по существу больше немецкая чем румынская или венгерская можно пожалуй согласиться с тем что на этот раз Геринг достаточно правдиво высказал точку зрения фашистских заговорщиков на трансильванский вопрос я хотел бы сейчас для того чтобы закончить освещение взаимоотношений Германии с вассальной Румынией остановиться на вопросе о нефти Румыния была одним из основных поставщиков Германии в этой области до и в ходе войны гитлеровцы всяческими способами выкачивали нефть из румын на этом кстати на это кстати ссылается в одном из оглашенных писем и антонеско я сейчас представлю два документа которые достаточно полно иллюстрирует чем являлся этот вопрос для Германии и какое значение придавали этому вопросу сами гитлеровцы под номером СССР 244 я представляю срочную телеграмму подсудимого Кайтеля на имя маршала Антонеско поступившую к последнему 31 октября 1942 года я не буду подробно упоминать о том что это этот документ тоже взят из личного архива Антонеско как и следующий я оглашаю эту телеграмму которую прошу принять в качестве доказательства телеграмма срочная телеграмма переданная через немецкую миссию это на странице 119 папки с документами господину маршалу Антонеско господин маршал от имени фюрера обращаюсь к вашему превосходительству и прошу вашего личного вмешательства с целью ускорить доставку максимально возможного количества горючего итальянскому флоту которое необходимо для ведения военных действий в Средиземном море ввиду отсутствия средств снабжения положение в Северной Африке дошло до крайнего напряжения переброска переброска боеприпасов и продовольствия зависит исключительно от доставки необходимого количества горючего горючего прошу ваше превосходительство увеличить до максимума поставку горючего в Италию которое предназначается исключительно для снабжения флота призванного удержать важные позиции в Средиземном море я выбрал этот путь непосредственного обращения к вам потому что уверен что ваше личное вмешательство ускорит предоставление необходимой помощи преданный вам кайтель фельдмарш разрешите представить трибуналу ответную телеграмму антонеску кейтелю этот документ я представляю под номером СССР двести сорок четыре а прошу развернуть сто двадцатую страницу папки с документами я могу изложить в двух фразах содержание этого документа на слезную просьбу подсудимого кейтеля дать возможно большее количество нефти антонеска отвечает в своей телеграмме на имя кейтеля что свои обязательства он выполняет полностью что все что предусмотрено разнарядкой германских инстанций дано что больше дать нельзя что может быть если сэкономит что-нибудь от внутреннего пользования румынского рынка может быть в чем-нибудь и помогут своим союзникам а вообще он просит принять уверение в совершеннище к нему почтение и с выражением особенно высокого уважения не дав нефти подписывается маршал антонеска позвольте напомнить господа судь что октябрь ноябрь 1942 года были месяцами когда решалась судьба роммеля в северной африки и когда красная армия на моздокских рубежах преграждала путь немцам грозненской и бакинской нефти нефти у немцев явно не хватало цитирую еще одно неоглашенное место из записи беседы состоявшейся 12 февраля 1942 года между антонеску и подсудимым риббентроп запись этой беседы представлена мною трибуналу ранее под номером СССР 233 я прошу обратить внимание на конец 61 и начало 62 страницы папки с документами это соответствует странице 4 русского текста документа там есть такие строки в ответ на постановку риббентропом вопроса о нефти антонеску ответил цитирую в отношении нефти Румыния сделала все максимальное что было в ее силах большего она дать не может единственным выходом из положения будет захват территорий богатых нефти тут же следует отметить что антонеску совершенно не был оригинален в своих стремлениях к захвату чужих территорий богатых нефти я прошу господа судьи найти страницу 121 129 папки с документами там есть один документ из личной канцелярии подсудимого Розенберга который озаглавил преобразование Кавказа я представляю этот документ трибуналу под номером СССР 58 и прошу принять его в качестве доказательства в июле 1941 года подсудимый подсудимый Розенберг следующим образом формулировал германскую точку зрения в этом вопросе страница 122 папки с документами интересы германии заключаются в том чтобы создать прочные позиции на всем Кавказе и тем самым обеспечить безопасность континентальной Европы то есть обеспечить себе связь с Ближним Востоком только эта связь с нефтяными источниками может делать Германию и всю Европу независимыми от любой коалиции морских держав в будущем цель германской политики господство над Кавказом и над граничащими с юга странами как в политическом так и в военном отношении я прошу развернуть страницу 124 папки и обратиться к странице 4 русского текста документа который я цитирую там та же самая мысль сформулирована Розенбергом с предельной ясностью я цитирую германская империя должна взять в свои руки всю нефть господа судьи я позволю себе подробно не останавливаться на взаимоотношениях фашистских заговорщиков с другими своим сателлитами в Финляндии ибо только что свидетель Бушенгагин дал достаточно подробные показания по этому вопросу и у трибунала по-видимому должно было создаться известное представление в этом вопросе я только напомню что по мысли изложенной в пункте 3 раздела 2 варианта Барбарос Финляндия должна была прикрывать наступление немецкой десантной группы Норд это части двадцать первой группы имеющей прибыть из Норвегии а затем оперировать совместно с ней кроме того на долю Финляндии по плану Барбаросса относилась ликвидация русских сил в Ханкор я позволю себе также напомнить трибуналу о том что в представленном американским обвинением под номером Ц 39 в временном плане Барбаросса вопрос об участии в войне Финляндии упоминается в разделе втором где как я уже докладывал трибуналу отмечалось это страница пятьдесят седьмой папки с документами что предварительные переговоры с финским генеральным штабом происходят с 25 мая кроме того на странице пятьдесят восьмой в начале я хотел бы напомнить следующее место из того же документа я цитирую предусмотрена транспортировка с родины в Норвегию десятой охранной дивизии 18 артиллерийских батарей и для транспортировки в Финляндии одной усиленной пехотной дивизии с корпусными частями из этих сил для варианта Зильберфукс предназначены одна пехотная дивизия 2 горные и боевая группа СС Норд запланировано после начала военных действий доставить еще одну дивизию по железной дороге через Швецию для нападения на Ханкур я думаю что имею право здесь уже сейчас сразу отметить что дата начала переговоров с генеральным штабом армии Финляндии 25 мая 1941 года которое указано во временном плане Барбаросса не является точным указание такой несоответствующей действительности даты было попыткой скрыть подготовку агрессии представив ее вовне подготовкой к якобы так называемой превентивной войне в кавычках в дополнение к показаниям свидетеля Бушенгагина который он давал здесь трибунал я позволю себе представить под номером СССР 229 показания полковника германской армии бывшей германской армии Кичман который прошу принять в качестве доказательства Кичман работал с октября 1941 года военном атташе германского посольства в Хельсинке вот что он показывает по интересующему нас вопросу это место можно найти на странице 130 папки с документами германское правительство это очень небольшая цитата германское правительство и верховное командование германских вооруженных сил совместно с правительством Финляндии и генеральным штабом финской армии задолго до 22 июня 1941 года вели тайные переговоры и подготовляли нападение на Советский Союз о подготовке к вторжению германской и финской армии на территорию Советского Союза мне стало известно при следующих обстоятельствах в октябре 1941 года по прибытии в Хельсинки на должность заместителя германского военного атташе я имел беседы с майором фон Альбетил помощником германского военного атташе ранее работавшим в отделе атташата генерального штаба сухопутных сил Германии фон Альбетил ознакомил меня с обстановкой в Финляндии и ее военно-политическим курсом так как военный атташе генерал майор Россинг был тяжело болен и находился на излечении на курорте Меран в Тироль в этих беседах фон Альбетил рассказал мне что еще в сентябре 1940 года генерал-майор Россин по заданию Гитлера и германского генерального штаба организовал поездку особо уполномоченного маршала Маннергейма генерал-майора Тальвелла в Берлин в Ставку Гитлера где им было достигнуто соглашение между германским и финским генеральными штабами о совместной подготовке нападения на Советский Союз и ведении войны против него. В связи с этим я вспоминаю что когда в ноябре 1941 года я посетил генерала Тальвелла в его штаб-квартире в районе города Аунос он в беседе рассказал мне что по личному поручению маршала Маннергейма он еще в сентябре 1940 года одним из первых установил связь с германским верховным командованием в деле совместной подготовки нападения Германии и Финляндии на Советский Союз. Конец цитаты. Я прошу разрешения закончить на этом представление документов связанных с взаимоотношениями фашистской Германии с ее сателлитом в Финляндии. ибо я повторяю свидетельство Бушенгагена свидетеля Бушенгагена показания свидетеля Бушенгагена трибуналу освобождают меня от этой обязанности. Я хотел бы сделать краткое резюме. Показания Бушенгагена опровергают всякие попытки утверждения о том что война, которая велась в Финляндии 52 страница для переводчика показания Бушенгагена опровергают всякие попытки утверждений о том что война, которая велась в Финляндии была особой войной и не зависела от целей войны фашистской Германии. вступление в Финляндии в войну было предусмотрено военными планами фашистских заговорщиков и соответствовало агрессивным намерениям финских правителей. Финны как и другие сателлиты Германии ввели войну в надежде получить во владение целые области и республики Советского Союза о том, что финны претендовали на Восточную Карелию Ленинградскую область и город Ленинград говорил Гитлер на совещании от 16 июля 1941 года я ссылаюсь на документ американского обвинения под номером L-221 соответствующее место этого документа имеется на странице 141-й партии с документами. Румыния и Финляндия это были два сателлита Германии о которых подробно упоминалось в варианте Барбаросса. Роль этих стран в военных планах германского фашизма определялась не только стремлением использовать их военный потенциал что безусловно имело свое значение но и их географическим положением плацдармов на флангах Советского Союза как свидетельствуют представленные трибуналу документы включение этих стран в подготовку к агрессии против Союза Советских Социалистических Республик фашистскими заговорщиками тщательно конспирировалось так же впрочем как конспирировалась и вся подготовка по варианту Барбаросса о третьем сателлите Германии в Венгрии в плане Барбаросса не упоминается совершенно но это отнюдь не свидетельствует о том что участие Венгрии в нападении на Советский Союз не было запланировано фашистскими заговорщиками я прошу разрешения сейчас сослаться на показания Паулюса хотя и допрошенного в судебном заседании но очень ясно сформулировавшего эту да эти показания представил мой коллега полковник Покровский под номером СССР 182 это протокол допроса Паулюса который был произведен генералом Руденко копия этого протокола допроса может быть представлена суду сейчас и кроме того она имеется на странице 143 папки с документами так но мы так ненавиден который из Несколько строк. Must surely be cumulative, is it not? То, что было представлено суду, я изложу своими словами в двух фразах. Ну... Ну... Неужели. Почему он решит решить, что... Это в любом случае отличается от того, что Павловс уже сказал? Я не могу дальше. Не буду их приводить совершенно. Я прошу меня извинить. Я имею в виду те места показаний Павлюса, где он говорит о политике Венгрии, которая определялась стремлением к территориальным завоеваниям при помощи немцев и боязни усилений Румынии. С одной стороны, и с другой стороны, когда... На то место, когда Павловс говорит о том, что Гитлер по отношению к Венгрии, в смысле раскрытия своих планов, был гораздо сдержаннее, чем к другим сателлитам, считая, будто бы венгров болтливы. Правда, тут же Павловс добавляет на странице второго своих показаний, что существенной причиной этого являлось нежелание Гитлера предоставить венграм захват русского нефтяного района Драговыча. Впоследствии, с открытием наступательных действий против Советского Союза, ОКХ отдало приказ 17-й армии захватить Драговыч до прихода венгров. Дальше Павловс излагает обстоятельства своих переговоров с венграми относительно предоставления вооружения. Вооружение – это все то, что уже приводилось полковникам Покровским. Я хочу сласлаться только на то, что эти показания Павлюса, несомненно, несколько приоткрывают завесу над взаимоотношениями германского и венгерского агрессоров. В этой связи я считаю необходимым вернуться к показаниям русских царь Людигера, которые уже имеются в распоряжении трибунала. Это документ под номером СССР-294. Касаясь оккупации Венгрии – страница 55-я, это для докладчика и для переводчика. Касаясь оккупации Венгрии – Закарпатской Украины в 1939 году, русский царь Рюдигер показал. Это абзац 3-й, страницы 2-й русского текста показаний, который можно найти на странице 101-й папки с доказательствами. Цитирую, подчеркнутое. Это произошло незадолго до начала германо-польской войны. Тогда казалось, что для Венгрии целью оккупации были прежде всего экономические выгоды и освобождение от Трианонского договора. Но с того момента, когда район Закарпатской Украины стал граничить с Советской Россией, мы стали придавать совершенно иное значение этому оккупированному нами району. Для нас, высших офицеров, было ясно, что политическое руководство, как Германии, так и Венгрии, придает этому району также стратегическое значение для будущих военных действий против Советской России. Конец сектора. На странице 9-й русский царь Рюдигер рассказывает о совещании, состоявшемся в конце марта 1941 года, на котором военный министр Венгрии Гварта говорил о целях войны с Югославией. Среди этих целей Гварта прямо указал на необходимость устранения Югославии как возможного союзника Советского Союза. Однако наиболее полная картина германо-венгерских взаимоотношений, которые имели своею целью подготовку к нападению на Советский Союз, содержится в сообщении венгерского генерал-майора Штефана Уйсаси. Уйсаси с 1 мая 1939 года до 1 июля 1942 года являлся начальником разведки и контрразведки венгерского генерального штаба. В эти годы он по своему служебному положению был в курсе той тайны, которая окружала эту подготовку. Кое-чем из того, что ему было известно, он показал в документе, который я представляю трибуналу под номером СССР-155. Я прошу принять этот документ в качестве доказательства. Я оглашу заявление Уйсаси в той части, в которой это может разъяснить рассматриваемый нами вопрос. Я начинаю со страницы 2 русского текста документа. Это соответствует странице 149 папки с документами. Там есть такой раздел 2. Подготовка Германии и Венгрии к войне против Советской России. Параграф 1. Письмо Гальдера. Цитирую. В ноябре 1940 года на аудиенцию к начальнику Королевского-Венгерского генерального штаба генерал-полковнику Генриху Верту явился германский военный атташе в Будапеште полковник генерального штаба Гюнтер Краппе с письмом от генерал-полковника Гальдера начальника генерального штаба сухопутных сил Германии. В этом письме Гальдер информировал Верту о том, что весной 1941 года необходимо заставить Югославию, если нужно будет силой, занять определенную позицию, чтобы этим впоследствии предупредить угрозу нападения русских с тыла. В этой предупредительной войне возможной против Югославии и несомненной против России должна принять участие Венгрии, что будет в ее собственных интересах. Верт ответил, что он согласен с мнением Гальдера, но заявил при этом, что венгерская армия недостаточно вооружена и в настоящее время не готова к войне против Советской России. Попутно он просил Германию о пополнении вооружения Венгрии. О письме Гальдера и об ответе на него меня информировал генерал-полковник Верт. После этого в Берлин была приглашена Венгерская комиссия по вооружению. Она была составлена из офицеров, специалистов главной группы материального снабжения Королевского Венгерского Министерства Обороны Гонведа и выехала в Берлин в декабре 1940 года. Венгерские пожелания сводились к следующему. Поставка недостающих Венгрии 10-сантиметровых полевых гаупц. Генерал, couldn't you pass on to December 1940 where Field Marshal Keitel invites the Hungarian Minister of Defense to come to Berlin? Just a few sentences down. В декабре 1944 Я перехожу к этому абзацу. В декабре 1940 года начальник штаба Генерал фельдмаршал Вильгельм Keitel пригласил в Берлин венгерского министра обороны генерал-полковника Карла Барта для того, чтобы а лично обсудить вопрос о вооружении б разработать план военно-политического сотрудничества Германии и Венгрии на весну 1941 года. Это приглашение было передано в Будапешт через королевского венгерского военного атташе в Берлине полковника генштаба Александра Хомлок. Одновременно я получил подобное приглашение от адмирала Канарис начальника иностранного отдела Абвера Вокавен. Я пропускаю длинный список лиц сопровождавших Барта в его поездки который приводит Уйсаси и читаю дальше на странице четвертой седьмая строка сверх русского текста документа страница 151 пакет документа. договорились о следующем весной 1941 года выяснится позиция Югославии угроза нападения советских войск с тыла устранится Венгерская гонведовская армия будет для этого обеспечена полевыми гаубицами современными танками и бронемашинами для одной механизированной бригады. Венгрия Венгрия должна дать в распоряжение Германии 15 оперативных соединений для войны против России в том числе три механизированных соединения одно кавалерийское и одно танковое закончить строительство укреплений в Закарпатской Руси до 1 июня 1941 года содействовать продвижению германских войск в районах прилегающих к Венгеро-югославской и Венгеро-советской границы обеспечить подвоз снабжения через Венгрию. Детали подготовки оперативных действий будут разработаны позднее посланными в Венгрию представителями германского генштаба. За участие в войне Венгрия в виде политической компенсации получит земли в Югославии и в России старое княжество Галич предгорье Карпат до Днестра. Конец В марте 1941 состоялся визит в Будапешт полковника немецкого генерального штаба Эбергарда Кинцеля. Целью этого визита было окончательное отрегулирование вопроса о нападении на Югославию. Вот что по этому вопросу сообщает Уйсась. Страница пятая русского текста третий абзац снизу. Страница 152 папки с документами. Полковник Кинцель прибыл в Будапешт в марте 1941 года с письмом генерал-полковника Гайна генерал-полковнику Верн. Это письмо содержало настоятельные требования Германии. Участие в Венгрии в возможной войне против Югославии при мобилизации 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го армейских корпусов и против Советской России при мобилизации 15 оперативных соединений в том числе двух кавалерийских дивизий, двух механизированных бригад и одной стрелковой бригады. В письме сообщалось о скором приезде в Будапешт комиссии немецкого генерального штаба во главе с генерал-лейтенантом Паулюс для обсуждения совместных операций продвижения немецких войск через Венгрию на Югославию. Генерал-полковник Верк в ответ на это письмо пригласил германскую комиссию в Будапешт, обещал в согласии Венгрии участвовать в войне против Югославии и выставить с этой целью три армейских корпуса, а именно первый, четвертый и пятый. Что касается войны против советской России, он в принципе согласился и обещал по меньшей мере мобилизовать восьмой армейский корпус Кошица и потребованные Гальдером механизированные оперативные соединения. Об этой переписке меня информировал лично полковник германского генерального штаба Кинц. Конец цитаты. Генерал, speaking for myself, I can't see that it makes the slightest difference to this tribunal whether Hungary was going to put one army corps or two army corps or three army corps against the Russians. It was absolutely clear from what you've already read, if we believe it, that Field Marshal Keitel, in December 1940, was demanding that Hungary should put at Germany's disposal for the war against Russia certain units. Well, what does it matter if subsequent negotiations alter the number of units? it seems to me that this evidence which is given is entirely cumulative, doesn't add in the very least to what you've already given us, and that you could go on to the next document, which is USS R 150. All up to there is simply negotiations between members of the German and Hungarian general staffs as to exactly what units of the Hungarian army were to be used. to 155 document U.S.S.I. содержатся некоторые сведения касающиеся не только количества соединений, которые Венгрия обязалась выставить в случае войны против Советского Союза. Там, например, есть указания на то, какие методы в ходе подготовки войны применялись фашистской кликой в Венгрии по согласованию с гитлеровскими заговорщиками. И на этих бы методах я считал необходимым остановиться. Поэтому просил бы разрешения процитировать мне еще некоторые места из документа У.С.С.И. я имею в виду скажем фальсификацию данных о количестве соединений на советских соединений на Венгер советской границе. У.С.С.И. показывает середина страницы восьмой русского текста страница 155 падки с документами это 60-я страница доклада для переводчика генерал-майор Ласло как руководитель оперативной группы и мой непосредственный начальник приказал второму отделу генерального штаба составить доклад который должен был утверждать что на венгерской границе сосредоточено 14 советских оперативных соединений в том числе 8 моторизованных этот доклад составил полковник Корнелл Хидай из учетного отделения хочу здесь заметить что разведкой произведенной вторым отделом королевского венгерского генерального штаба было установлено что на венгерской границе находилось всего только четыре советских оперативных соединений об этом обстоятельстве согласно факту я и доложил генерал-полковнику верт и генерал-майору ласкову но по приказу последнего мой правдивый объективный доклад должен был быть переделан согласно его желания далее УССИ рассказывает о провокационных планах милитаристской клики в Венгрии которые имели целью создания внешних поводов для нападения на советский союз УССИ сообщает страница 10-я 4-я строка сверху документа 157-я страница папки с документами эти планы исходили от генерала-лейтенанта Фюттер и его помощника подполковника Фриму и генерал-майора Ласта они состояли в том что в случае необходимости немецкие самолеты замаскированные под русские будут бомбардировать восточные пограничные области Венгрии бомбами русского происхождения и наконец УССИ описывает события последних дней перед нападением на советский союз это страница 11 этого документа страница 158 8 пат я цитирую середины 61 страницы доклада для переводчика 24 июня 1941 года насколько я помню 12 часов 30 минут дня я получил сообщение что советские самолеты бомбардировали Рахо в Карпатской Руси и обстреливали в его окрестности поезда из пулеметов в тот же день после полудня пришло известие что советские самолеты бомбардировали кошек вечером того же дня состоялось заседание коронного совета под личным руководством Реддента который в кавычках на основе провокации советской России кавычка закрывается решили объявить ей войну я убежден что это были немецкие самолеты с русскими опознавательными знаками это я обосновываю следующее а генерал лейтенант Фюттере и германская пропаганда очень широко распространялись по поводу этой бомбардировки генерал-майор Ласло немедленно приказал мне через отделение пропаганды 2-го отдела королевского венгерского генерального штаба получить фотоснимки найденных остатков советских бомб в кавычках и опубликовать их в прессе фашистских государств в генерал-майор Ласло и подполковник Аримон распространяли путем пропаганды шепотом слух что словацкие пилоты находящиеся на службе у русских бомбардировали кошельцы и удачные попадания в бомб объясняются тем что эти пилоты хорошо знают место это было как указывает Уйсаси 24 июня 1941 года в 12 часов 30 минут дня мы располагаем документом который устанавливает что задолго до этого момента выступление в Венгрии против Советского Союза было решено в представленном трибунале трибуналу заявление русский царь Рюдигера содержится указание на причины нападения Венгрии на Советский Союз может быть точка зрения русский царь Рюдигера на этот вопрос не является универсальным но как свидетельство заместителя венгерского военного министра она не может не представлять интерес на странице 10 русского текста его показаний русский царь Рюдигер сообщает что примерно в конце мая 1941 года им был получен приказ о снабжении в первую очередь войск расположенных в Закарпатской Украине а через два дня состоялось секретное совещание командиров корпусов у начальника генерального штаба генерал-полковника Верта на котором уже было сообщено о предстоящем нападении на Советский Союз я цитирую эти показания русский царь Рюдигер страница 108 папки с документами и страница 9 самого документа я цитирую только подчеркнутые места в целях экономии генерал-верт начальник генштаба обрисовал нам военно-политическую обстановку оказалось что предстоит нападение Германии на Советскую Россию в котором Румыния и Венгрия примут активное участие на стороне Германии Дальше русский царь Рюдигер указывает что решение об объявлении войны было принято на заседании Совета Министров под охладом премьер-министра Бардоши и министра Барта и утверждено Коронным Советом парламенту уже этот вопрос не был представлен Эти решения не вызвали удивления и являлись следствием долголетнего и добровольного фактического военного сотрудничества с Германией Венгерский генеральный штаб и политическое руководство Венгрии начиная с агрессии против Чехословакии считали Германию опор своих ревизионистских плат за этим следует оккупация Закарпатской Украины потом стратегическая подготовка этого района как плацдарма для нападения на Советскую Россию конец цитаты Уйсаси в своем сообщении упоминает германского военного атташе Будапешт Краппе бывший генерал-легенант германской армии Гюнтер Краппе действительно был германским военным атташе Будапешт с ноября 1939 года до 30 апреля 1941 Впоследствии Краппе командовал 10-м корпусом войск СС армейской группы Висла и был взят в плен частями Красная Прошу Трибунал принять в качестве доказательств под номером СССР 150 заявление сделанное Краппе в январе этого года Следует отметить что в основном обстоятельства о которых упоминает Крапп совпадают с тем что сообщает УИСАС Поэтому я ограничусь тем только что зачитаю некоторые места документа Крапп на странице 4 самого документа и на странице 165 папки документа В октябре 1940 года я получил от АКХ задание доложить о состоянии укреплений пограничного с Россией района при Карпатской Украине Начальник оперативного отдела полковник Ласло сообщил мне что пока там имеются только простые противотанковые препятствия расположенные в глубину на 1 или 2 километра и что начато строительство бараков для размещения частей изыскания и изыскания необходимые для строительства бетонных дотов вдоль границы и дорог будут проведены зимой и весной 1941 года но полковник полковник ласло сообщил мне что уже отпущены необходимые суммы для строительства этих укреплений для того чтобы сократить время господа судья я коротко изложу содержание дальнейших показаний крат которые сводятся к тому что состоялась договоренность с министром с военным министром фон барта на организацию военных сообщений и военных перевозок в Венгрии германских частей в связи с этим прибыл специальный аппарат который занимался этими перевозками одновременно было получено разрешение на то чтобы проложить в Венгрии совместно с почтовым ведомством специальную связь для военных нужд а затем целый ряд немецких офицеров были прикомандированы в венгерской армии для обмена опытом и инструктажем Краппе сообщает что с декабря 1940 года венгерская промышленность была переключена на увеличение военного потенциала Германии и этим руководил начальник управления вооружений генерал Леев заканчивая представление документов о сколачивании фашистскими военными преступниками агрессивного блока против союза советских социалистических республик я считаю необходимым сделать некоторые замечания общего характера вытекающие из этих документов непосредственные мероприятия фашистских заковорщиков по включению Румынии Финляндии и Венгрии в подготовку разбойничьего нападения на советский союз начались по крайней мере сентября месяца 1940 года когда была направлена военная миссия в Румынии переговоры сопровождавшие военную подготовку к агрессии против советского союза в каждой из этих стран были в основном закончены в период сентябрь декабрь 1940 года переговоры эти велись между генеральными штабами германской армии и армии стран сателлитов предметом переговоров во всех случаях были вопросы чисто военного характера переподготовка войск транспортировка воинских частей согласование стратегических планов установление количества дивизий предназначенных для нападения на советский союз и так далее такой характер переговоров свидетельствует о том что предварительное согласие об агрессии против советского союза между фашистским правительством германии и правительством румынии финляндии и венгрии существовало еще раньше чем начались эти переговоры и наконец представленными документами устанавливается что каждый из этих стран в той или иной форме фашистскими заговорщиками были обещаны территории принадлежащие советскому союзу я бы хотел сейчас отметить еще одно обстоятельство для того чтобы получить полное представление о последствиях грабительской агрессии фашистов против союза советских социалистических республик нельзя ограничиваться одним планом барбарос это план стратегический план военного нападения план начала агрессии вслед за этим нападением следовало как известно так называемое освоение и организация оккупированных территорий планы этого освоения и организации являющиеся планами уничтожения мирных граждан и ограбления оккупированных областей советского союза были подготовлены так же как и план барбароса заранее советское обвинение утверждает что имеющиеся в распоряжении трибунала документы и в частности такие документы как инструкция об особых областях от 13 марта 1941 года американский номер номер 447 п.с. подписанное подсудимым Кайтер распоряжение о применении военной подсудности от 15 мая 1941 года американский номер С-50 подписанное им же указание о пропаганде к плану барбарос американский номер С-26 и другие представляют собой предумышленное подготовленное до нападения на советский союз уничтожение не только законных но и всяких моральных норм поведение полчищ фашистских захват на временно оккупированных территориях еще не напав на советский союз гитлеровцы установили и расписали по соответствующим параграфам этих инструкций указаний распоряжений методы расправы с гражданским населением порядок и способы ограбления советской страны и превращение ее в колониальную область Третьего рейха когда же война началась и тайное стало явным фашисты не постеснялись перенести все эти вопросы на страницы своей печати я представляю трибуналу под номером СССР 59 статью напечатанную 20 августа 1942 года в Дасшварце Кор газетки охранных отрядов фашистской партии являвшейся органом рейхсфюрера СС в статье этой озаглавленной германизировать ли открыто писалось страница 180 папки с документами для одного из номеров газеты Deutsche Arbeit посвященного задачам переселения на восток рейхсфюрер СС дал следующий вор нашей задачей является не германизировать восток в старом смысле этого слова то есть привить населению немецкий язык и немецкие законы а добиться чтобы на востоке жили только люди действительно немецкой крови отрицание германизации не ново однако в устах рейхсфюрера СС как государственного комиссара по укреплению немецкой нации оно становится приказным в этом заключается весь смысл этих слов конец цитаты отказ от германизации населения оккупированных стран и утверждение что на востоке должно быть должны быть только люди действительно немецкой германской крови на практике означали массовое истребление советских граждан их ограбление угон в рабство уничтожение многовековой русской культуры разрушение наших городов и сел я ограничусь сказанным ибо эта тема вернее несколько тем разработаны и будут представлены трибуналу моими коллегами 22 июня 1941 года после длительной подготовки немецко-фашистские полчища обрушились на советский союз 170 дивизий сконцентрированные на границах советского союза от ледовитого океана до черного моря начали вторжение военные задачи нападения военные сформулированы в плане барбаросса германские вооруженные силы должны быть готовы к тому чтобы еще до окончания войны с Англией победить путем быстротечной операции советскую россии для этого армия должна будет представить все состоящие в ее распоряжении соединения с тем лишь ограничением что оккупированные области должны быть защищены от всяких неожиданностей вариант барбаросса предусматривал необходимость уничтожения Красной Армии устранение возможности отступления ее боеспособных частей вглубь страны и быстрое достижение немецко-фашистскими захватчиками линии с которой советская авиация не смогла бы подвергать воздействию германские области в качестве конечной цели по варианту барбаросса намечалось закрепление на линии Астрахань Архангельск уничтожение авиации уральской промышленности захват Ленинграда и Кронштадта и как решающий финал овладение Москвой с